Британского журналиста Грэма Филлипса, чьи репортажи из Донбасса расходятся с официальной точки зрения Европы, но украинский кризис на несколько часов задержали в аэропорту Лондона. Как он написал на своей странице в соцсети, пограничники задавали ему вопросы о работе на юго-востоке Украины, после чего Филлипс смог продолжить путешествие. Он далеко не единственный иностранец, который присутствует на месте событий. Есть и те, кто решил вступить в ополчение. О них в репортаже Ивана Прозорова. Им предстоит найти общий язык, чтобы служить вместе. Ради этого Филипп Кофин совершил большое путешествие с севера Франции на юг Донбасса. Бывший десантник добровольно вызвался вступить в ряды ополченцев. Долго не решался, пока друзья не рассказали, как здесь обстоят дела. Здесь без разбора бомбят и ополченцев, и мирных граждан. Бомбят женщин, детей. Все это делается под знаменами демократии, свободы и европейских ценностей. На самом деле это чисто геополитический проект. Игра с большими ставками. И разменная монета в этой игре – жизни людей. Филипп хочет защищать жителей Донбасса. Ему сразу показали будущее место службы – укрепление ополченцев под Новоазовском. Поначалу заметно нервничал, но помогли земляки. На плече у Рено – нашивка интернациональной бригады армии ДНР. В ней добровольно служат французы, поляки, бразильцы. Одни помогают в быту, кто-то устроен медиком. Виктор уже полгода защищает позиции бок о бок с другими ополченцами. Мы обороняемся и занимаемся патрулированием деревень. Но перемирие здесь нарушается. Да вы и сами слышите. Наши позиции время от времени обстреливают. Особенно со стороны Широкина. Я колхозник, тракторист. У меня осталась дома дочь, остался сын, внучка. Я говорю, хотя бы сказать, что тебе еще надо на старости лет. Я хочу мирно жить. Спокойно, мирно, хорошо жить. Спокойно работать, как мы раньше жили, работали. Полного спокойствия. Пока нету села Широкино. Это 20 километров от Мариуполя. С восточной стороны село контролируется ополченцами. На западной окраине стоят украинские силовики. Линия соприкосновения делит несколько таких сел пополам. Недалеко от Новоазовска, именно отсюда, ополченцы несколько дней назад проводили последний этап вывода тяжелых вооружений. Отводили реактивную систему залпового огня «Град». Но несколько вот таких оборонительных укреплений остались. Отсюда ополченцы наблюдают за перемещениями украинских силовиков. По прямой до их позиции примерно 2 километра. И очень хорошо слышно, как они периодически нарушают режим прекращения огня.